Спасибо, госпожа председатель. В качестве гуманитарного вопроса является провокационно и безответственная политическая кампания по подрыву суверенитета и территориальной целостности моей страны. Именно Армения в течение более 30 лет вопиющим образом игнорировала соответствующие резолюции и заявления председателя Совета безопасности. Которые однозначно требовали полного, немедленного и безусловного вывода оккупирующих сил с территории Азербайджана. В этом контексте действия Армении не что иное, как воплощение политического лицемерия и ее призыв к Совету безопасности. Это часть кампании, которая осуществляется в течение многих месяцев, чтобы манипулировать и запутать международное сообщество. Если бы Армения действовала искренне в своем стремлении помочь, это было бы сделано немедленно. И еще недавно, несколько дней назад, это было практически достижимо в результате активного участия международных акторов, включая некоторых членов Совета безопасности. Однако, эта возможность не была воплощена и только из-за отказа самой Армении. После ряда активных консультаций и челночной дипломатии соглашения были, наконец, достигнуты в отношении доставок гуманитарных грузов в Нагорно-Карабахский регион по разным маршрутам, а также относительно организации встречи между специальным представителем правительства и представителями местного армянского населения. В первом случае, бетонные блоки и другие физические барьеры, установленные армянской стороной на дороге Авдам-Ханке, должны были быть сняты, чтобы обеспечить поставки гуманитарных грузов Международным комитетом Красного Креста для местного населения. И после этого нужно было бы расширить использование Лачинского коридора МКГК в течение 24 часов. Все вовлеченные стороны, включая российский миротворческий контингент и МКГК, были готовы начать осуществление этой договоренности практически в течение одного часа. К сожалению, во время брифинга, уважаемые представители УКГВ, мы услышали несколько упоминаний МКГК, поэтому я хотел бы также запросить такую информацию от МКГК и хотел бы подтвердить ее в ходе дальнейшей коммуникации. Что касается второго вопроса, встреча между представителями центральных властей и местного армянского населения была согласована и должна была состояться в соседнем городе. К сожалению, 5 августа Армения через свой незаконно созданный режим отказалась от обеих договоренностей в последний момент, представив политически мотивированные и незаконные предварительные условия и различные предлоги. Не нужно сомневаться в том, что несмотря на активное участие со стороны Азербайджана и работу с Российской Федерацией, Соединенными Штатами, ЕС, МКГК, чтобы найти выходы из этой ситуации, Армения намеренно затрудняет дипломатические усилия. Для этого есть только одно объяснение. Армения не хочет участвовать в этом решении. Вместо этого она искусным образом нагнетает напряженность в регионе с тем, чтобы продолжать манипулировать мнением международного сообщества. Госпожа председатель, нарушение соглашения о поставке гуманитарных товаров МКГК 5 августа – это не единственное препятствие на самом деле. Это является продолжением политизации Армении присутствия и деятельности этой гуманитарной организации и ее безответственной попытки использовать гуманитарные вопросы в политических целях и таким образом попытки подорвать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и препятствовать интеграции местного армянского населения. Факты говорят сами за себя. Немедленно после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил свою логистику, инфраструктуру МКГК для поставок товаров в Карабахский регион Азербайджана. В 2021 году эти товары перевозились в город Барда, в полевое присутствие МКГК и поставлялись в этот район. Армянская сторона отказалась от этого и помешала МКГК поставлять гуманитарную помощь. Сразу после начала протестов экологических активистов в одном сегменте Лачинского коридора Азербайджан попросил МКГК предоставить перечень товаров, необходимых для местного населения, и выразил готовность предоставить всю логистическую инфраструктурную поддержку для их поставок. МКГК вернулся и дал ответ о том, что армянская сторона не хочет получать никакие поставки через Азербайджан. Армения использовала беспрецедентные действия, а именно использование МКГК для контрабанды технологий двойного назначения и других товаров, таких как микрочипы, в Нагорный Карабах. МКГК был вынужден признать этот факт, что является серьезным ударом по гуманитарному мандату и репутации этого комитета. Армения отказалась принять международных медицинских сотрудников МКГК, которые базируются в Баку и которые должны были быть направлены в Хакинди. Это было предложение самого МКГК, чтобы содействовать медицинским эвакуациям и помочь решать медицинские вопросы на местах. И это также поддерживала моя страна. Злоупотребление Армении МКГК в политических целях также делает совершенно очевидным, что призывы к расширению международного присутствия, включая организации, связанные с ООН, никак не связаны с гуманитарными вопросами. Вместо этого целью является продолжение манипуляций. Госпожа председатель, Карабахский регион Азербайджана – это международно признанная территория моей страны. И этнические армяне, которые проживают там, считаются резидентами моей страны, Республики Азербайджан. Правительство Азербайджана твердо привержено обеспечению доступа этих резидентов к необходимым товарам и созданию необходимых условий жизни для них. Эти цели полностью соответствуют нормам международного права и международного гуманитарного права и принципам МГП, что подчеркивает неизменную приверженность Азербайджана к выполнению этих стандартов. Госпожа председатель, так называемый Лачинский коридор – это дорога на суверенную территорию Азербайджана и не имеет экстерриториального статуса. Она предназначена, в первую очередь, для перемещения граждан, транспортных средств и товаров в рамках трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Выполняя свои обязательства, соответствующие Азербайджан, даёт возможности для перевозок по этому коридору. И это так и оставалось после создания КПП Азербайджаном на границе с Арменией. Погранконтрольный орган ККПП – это проявление неотъемлемого права Азербайджана на гарантию безопасности и суверенитета, чтобы не допускать злоупотребление Арменией этим маршрутом в незаконных военных действиях. Я повторяю, чтобы последовательно не допускать выпиющее злоупотребление Армении этим маршрутом, в частности для ротации десятичного персонала, который незаконно находится на территории Азербайджана, для переброски оружия, боеприпасов, противопехотных мер, иностранных боевиков, а также для того, чтобы незаконно добывать, незаконно перевозить природные ресурсы с этой территории. Единогласное решение, которое принято Международным судом 6 июля всего года – отказать Армении в требовании устранить КПП, чётко опровергает претензии Армении, что КПП пограничный незаконен. Это никоим образом КПП не подрывает и не мешает гражданским перевозкам и перемещению лиц гражданских по этому коридору. И до 15 июня так всё и было. А 15 июня ещё одна неспровоцированная провокация была совершена армянской стороной. Вооружённые силы армении боевики напали на пограничников азербайджанских и на российских миротворцев. Это привело к серьёзным ранениям пограничников и являлось также серьёзной угрозой сотрудникам МККК и тем гражданским, которые пересекали этот пограничный КПП. Председатель, если бы Армения действительно искренне была бы обеспокоена ситуацией гражданки в регионе, она бы не препятствовала передвижению по маршруту Агдама-Хакимха. Это одна из важнейших дорог, маршрутов. Это шоссе М2, который обеспечивает также надёжную связь с международными рынками. По сравнению с 59 километрами Лачинского коридора, который проходит по трудной пересечённой горной местности, этот маршрут Агдама-Хакимха является прямым путём и очень удобной дорогой. Сейчас эти вопросы решаются под эгидой ООН. Также у сотрудников и представителей ООН, включая координаты резидента, есть возможность непосредственно собственными глазами убедиться об этом. У меня вот здесь наглядное доказательство. Эта карта показывает логистику, распоряжение, расположение также различных международных аэропортов на территории Азербайджана. То есть у нас вот такая вот логистика есть для оказания непосредственной помощи нуждающимся гражданскому населению. И это всё наглядно. Также и необоснованы ложные заявления о объединении в геноциде. Манипуляционная кампания Армении ведётся под прикрытием Акампа, который представляет себя, говорит о том, что он независимый якобы эксперт. И международный эксперт, господин Родни Диксон, юрист, в своём докладе подчеркнул, что мнение Акампа не является неполным, характеризуется неточностями многочисленными, необоснованными. Поэтому нет оснований изъявлять о том, что сейчас совершается акк геноцида. В частности, господин Диксон говорит, что мнение Акампа является селективным с точки зрения выборов фактов, с учётом того, что он не упоминает о том, что Армения отвергла альтернативный маршрут, который предлагается Азербайджану для обеспечения поставок для местных армян, армянского населения. Такие манипуляции под международным прикрытием не являются изолированным видом деятельности стран Армении. Последние недели армянские вооружённые силы незаконно остаются по-прежнему на территории Азербайджана. И это является выпьющим нарушением международного права, а также обязательствами Армении по четвёртому пункту трёхстороннего соглашения – Армения, Азербайджан, Россия. Они интенсифицировали военные и строительные работы и другие виды деятельности. Используется также радиоэлектронное военное оборудование, которое незаконно находится на середине территории Азербайджана. Это особенно нас беспокоит. И не только гражданские воздушные суда наших авиалиний страдают. Страдают также и иностранные воздушные суда. Они страдают от помех электронных, и это является серьёзной угрозой их безопасности полётов. Сегодня попытка ДРГ Армении была предпринята проникнуть на территорию Азербайджана и провести в районе пограничном. Была пресечена. И господин Завитошотович был захвачен в плен. У него было при себе оружие – пулемёт. И это является доказательством вторжения. Армения должна раздерживаться от провокации. Должна прекратить свои действия, которые подрывают суверитет и территорию целостность моей страны. Она должна воздерживаться от вмешательства в наши внутренние дела и искренне идти путём переговоров после конфликтной ситуации. Крайне важно, чтобы исторические возможности для прочного мира в регионе не были бы пропущены и упущены. Различные ложные заявления Армении в отношении признания суверитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, создают возможности для осторожного оптимизма. Да, может быть, мир можно обеспечить сейчас, но сейчас Армения должна свои слова реализовать на практике и воздерживаться от того, чтобы оспаривать суверитет Азербайджана даже под предлогом гуманитарных потребностей армян, проживающих на территории Азербайджана. В последние месяцы согласованы усилия по интенсификации процесса нормализации с активным участием международных партнёров дали обещающие результаты. И этот дипломатический диалог играет важную и решающую роль в деле сближения позиций, в обеспечении весомого прогресса по целому ряду статей будущего двустороннего соглашения, нацеленное на создание прочного мира и межгосударственных отношений. Азербайджан по-прежнему идёт политикой интеграции этнических армян в Карабахском регионе и как равноправных граждан. Мы им гарантируем все права и свободы, которые закреплены в Конституции Азербайджана и во всех соответствующих механизмах и инструментах МГП, подписантом которых является Азербайджан. Мы привержены обоим этим тракам. Мы готовы, с другой стороны, неуклонно защищать нашу суверенитет и ритальную целостность всеми законными средствами, которые закреплены в Уставе ООН и в международном праве. Мы убеждены, что Международное сообщество и прежде всего Совет Запасности будут поддерживать такой подход на основе равного взаимоуважения законных интересов обеих стран, на основе взаимопризнания и уважения суверенитета друг друга, территориальной целостности друг друга и неруссимости границ. Госпожа председатель, у меня есть еще кое-что, что я хотел показать высокому собранию. социальные медиа, они полны различных видеоматериалов, местных армян, которые празднуют различные годовщины, свадьбы, дни рождения и другие приятные события, с чем мы их поздравляем, между прочим. Эти видеоматериалы решительно опровергают заявление о том, что они там голодают. Я имею в виду этнические армяне на нашей территории. Страдают от гуманитарного кризиса. Как вы видите, люди счастливы, танцуют на свадьбах, отмечают дни рождения. Вот очень вкусный торт, похожий на фотографии, и так далее, и так далее, говорит оратор. Я с удовольствием поделюсь этой информацией коллегой, который сидит справа. Спасибо. Я обладаю представителей Азербайджана за выступление.